Альмитиск Вальмитисские школьники справились с экзаменами. Эти ученики, они придут на наше место с вами, 5, 10, 15, 20 лет назад выдвигать нашу экономику. Капремонт в Альмитиске. Темпы и качество работы оценил глава района. Все должно быть проверено, все должно быть сделано. Игра и гармонь – очередной фестиваль в рамках проекта «Культурная среда». В этом году решили как бы чуть-чуть усложнить для участников. Хотим попробовать как конкурс сделать. Альмитиск Более 1100 альмитисских школьников сдавали в этом году единый госэкзамен. Насколько успешно им это удалось, какие школы в числе лидеров и какие предметы даются альмитисским школьникам сложнее всего, рассказал начальник управления образования Дмитрий Садыдинов на общегородской планерке. Количество двоечников по основным предметам сократилось в разы. Результаты по биологии и литературе выше республиканских. На уровне с республикой показатели по химии и обществознанию. В целом же в районе отмечается положительная динамика практически по всем предметам, за исключением физики, химии и географии. Значительно улучшились результаты по основным предметам. По русскому языку они выше республиканских на четверть. По математике базового уровня мы наравне с республикой. По профильному уровню пока отстаём, заявил начальник управления образования Дмитрий Садыдинов. Среди сельских школ по результатам базового следует выделить Абдрахмановскую, Русско-Октажскую, Серенькинскую, Новокашировскую школы. Среди городских школ десятку лидеров по общему среднему баллу ЕГЭ вошли лицея номер 2, 10-я школа, лицеинтернат номер 1, школа номер 20, 5-я гимназия, гимназия номер 1, 23-я школа, 24-я, 2-я и Нижнемоктаминская школа номер 2. Глава района отметил, что ответственность за результаты будет ложиться на руководителей учебных заведений. Также он назвал определяющую роль учителей и методистов в процессе обучения школьников. Что бы мы с вами ни делали, эти ученики, они придут на наше место с вами, 5, 10, 15, 20 лет назад, будут ждать нашу экономику, будут работать на наших предприятиях. О работе отдела номер 7 управления федерального казначейства рассказала его руководитель Минур Минникаева. Завершилось совещание награждением. Сарею Исхакову, занимавшую должность главного редактора газеты «Знамя труда», проводили на заслуженный отдых. Она получила благодарственное письмо Совета и исполкома Альметьевского муниципального района. Сегодня депутат Госдумы Ренат Хайров, первым из шести кандидатов-одномандатников от «Единой России», сдал пакет документов на участие в выборах Государственной Думы. Как идет подготовка к предстоящим выборам, узнала наша съемочная группа. На сегодняшний день по Альметьевскому одномандатному округу документы в избирательную комиссию сдали три кандидата. Кроме Рената Хайрова, это член ЛДПР Валерий Олейников и коммунист Эдуард Мухаммедшин. Сегодня я сдал документы как кандидат в депутаты Государственной Думы 7-го созыва. Мне очень почетно выдвигаться непосредственно по 30-му округу. Это город Альметьевск. Как признался Ренат Хайров, быть кандидатом по Альметьевскому одномандатному округу – это еще и колоссальный груз ответственности. Я думаю, что те проблемы, которые сегодня есть – это проблема нефтяников. Вы прекрасно знаете это по сверхвязким нефтям, которые есть. Это налоговые преференции, которые были и которые кончаются в какой-то степени. Это социальные проблемы тех же нефтяников и социал, которые здесь живут люди. Потому что люди здесь не только в нефтянке работают, здесь люди работают, которые и на заводах, которые сдают и в сельском хозяйстве. Проблемы социального спектра, проблемы воды, которые надо решать. С участием Рената Хайрова в рамках его деятельности в качестве депутата в Государственной Думе 6-го созыва был принят ряд важных законопроектов. Закон о гособоронзаказе, потому что вся приказа понимает, что 20 триллионов было выделено на оборону. И очень важно было смотреть, чтобы деньги не расхищались, чтобы деньги были в нужном направлении и чтобы деньги доходили до конечного потребителя. Процедура подачи документов проходит в несколько этапов. Первая продлится до 23 июля. Идет сдача первого пакета документов, после чего открываются специальные избирательные счета. В течение трех дней он сдает нам документы, если ничего не меняется в предоставленных ранее документах, уже на регистрацию. И затем, окружная избирательная комиссия, рассмотрев все эти документы, разнослав запросы по всем инстанциям, то и налоговая инспекция, Росреестр, МВД и все остальные сведения, которые предоставляет кандидат в окружную комиссию, должны быть подтверждены соответствующими вышестоящими организациями. В течение 10 дней избирательная комиссия примет решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата. Илька Махмедянов, Алена Минкина, Ильдар Гемаев, Альмитис КТВ. Капитальный ремонт многоквартирных домов завершен на 50%. Об этом стало известно сегодня во время объезда домов, которые вошли в программу капремонта нынешнего года. Руководители подрядных организаций и управляющих компаний отчитались о проделанной работе перед главой района. Напомним, в этом году на 25 многоквартирных домах Нефтеграда пройдет капитальный ремонт. О том, в какие сроки должны уложиться строительные организации, в нашем следующем сюжете. Дом по улице Фахардино-25 в первой списке. Здесь основные объемы выполнены на 65%. Заменена кровля, обновлен фасад. Сейчас ведутся электромонтажные работы. Более половины от запланированного ремонта сделано и в доме номер 29 по улице 8 марта. Сейчас специалисты заняты заменой розлива холодного водоснабжения. На капитальный ремонт многоквартирных домов в Альметьевске в этом году выделено 260 миллионов рублей. По каждому дому рассчитана смертная стоимость, за рамки которой выходить не разрешается. Надо быть объективным, что средств, желаемых для того, чтобы на правильном доме, никогда не будет хватать. Поэтому должны смотреть, выполнить ли эти работы в приоритетном направлении, либо эти работы. Есть какие-то общественные вещи, хранящая кровля, которые всех нам касаются. Вопросы связан с утеплением тоже это касается. Все должно быть проверено, все должно быть сделано. В маршрут контрольного объезда вошли 13 многоквартирных домов. На каждом объекте работа завершена на 50 и более процентов. Есть и те, где ремонт уже близится к завершению. Например, в доме номер 114 по улице Шевченко осталось лишь 5% от запланированного объема. Глава района поручил подрядным организациям ускорить темпы, чтобы к 15 августу все дома были сданы. Были часто встречаем нарушения, замечания, небольшое отставание где-то. Где-то были сделаны замечания по технике безопасности. В пятницу будет дополнительно по поручению главы для всех подрядчиков приведено обучение. Где-то мусор не успели убрать, нарушения мелкие, строительных нарушений были не были. Животрепещущий вопрос, который волнует многих альметьевцев сегодня – это неработающие лифты. В этом году замене подлежат 36 лифтов. Напомним, ремонт и замена лифтов также входит в программу капитального ремонта. Ремонт лифтов у нас по графику поставка идет до 25 июля. Поставка лифтов. 12 лифтов в городе уже пришло. 6 уже приступили к монтажу на 8 марта и на Бегаш 123. График монтажа лифтов до 30 сентября. Также во время объезда прозвучало дополнительное поручение – поменять все скамейки возле домов и установить велопарковки в зависимости от потребностей жителей. Алсу Гатаулина, Илька Махмедянов, Альметьевск ТВ. К происшествиям. Сразу тремя серьезными дорожно-транспортными происшествиями отметились выходные. По сообщению отдела ГИБДД, 17 июля примерно в 11 часов водитель автомобиля Лада Калина совершил наезд на пешехода женщину 79 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Это произошло напротив дома номер 9А улицы Аминова. Женщину доставили в медсанчасть. После осмотра она была отпущена домой. И примерно в это же время уже на перекрестке Аминова-Гафиатулина водитель автомобиля марки «Фольксваген Полу» не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 21053. В результате происшествия двое пассажиров автомобиля «Фольксвагена» получили ушибы и были доставлены в медсанчасть. В этот же день вечером в 19.40 на 15-м километре автодороги Кузайкина-Нурлад водитель автомобиля «КамАЗ» совершил наезд на пешехода. Пешеход был госпитализирован в реанимационное отделение медсанчасти. К другим темам. В минувшую субботу из командировки из Дагестана вернулись четверо сотрудников альметьевской полиции. В течение шести месяцев они оказывали содействие дагестанским коллегам в охране общественного порядка и обеспечении безопасности российских граждан на территории республики. После полугодовой командировки их отправили в отпуск. На смену им были командированы пятеро других работников правоохранительных органов. Проект «Культурная среда» вновь порадовал альметьевцев. В субботу все любители прекрасного смогли насладиться выступлениями дуэтов вокалистов города и района, мастер-классами от известных художников Нефтеграда, концертом классической музыки, стать участником других культурно-развлекательных мероприятий. На одной из самых новых площадок на сцене городского пляжа прошел праздник бардовской песни. Зрители подпевали, а музыканты с большим удовольствием пели песни известных авторов. В концерте участвовали исполнители из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. Вечером проект «Культурная среда» собрал ценителей народной музыки. В городском парке прошел фестиваль «Игра и гармонь». Надо отметить, что в этом году в организацию традиционного и любимого фестиваля были внесены изменения. Его участники не только играли в свое удовольствие и на радость зрителям, но и соревновались друг с другом. В фестивале приняли участие 35 коллективов и сольных исполнителей. В их репертуаре татарские народные, плясовые и юрические песни. Фестиваль «Игра и гармонь» проходит в Альметьевске ежегодно на протяжении 11 лет. Гармонисты выступают на центральной сцене городского парка. В завершении каждый участник получает призы, дипломы и грамоты. В этом году организаторы решили немного изменить формат фестиваля. В этом году решили чуть-чуть усложнить для участников. Хотим попробовать как конкурс сделать. В «Виртуозной игре» соревновались не только участники из нашего города и района, но и артисты из Миногорска и Бугульмы. Жюри-организаторы конкурса пригласили представителей детской музыкальной школы. Жюри оценивает художественные выразительность, артистичность, творческие способности, способности играть на народных инструментах. Итогом конкурса были выбраны победители. Бронзовыми призерами стали народный ансамбль гармонистов Яшкин Наляр и Николай Гришин. Второе место заняли и Фузаль Замалиев, и Фикрет Севкатуллин. Победителями конкурса стали Владимир Кривченко и Хатей Смирина. Алена Винкина, Эльгар Думаев, Альметьев ТВ. День Нептуна на траве отметили альметьевцы. Он прошел в рамках спортивно-оздоровительного проекта «Зеленый фитнес». В этот раз любители здорового образа жизни, помимо ковриков, могли взять с собой еще и пульверизаторы, водные пистолеты. Приятной неожиданностью для участников проекта стало появление хоккеистов из команды «Нефтяник» на каждой из площадок. Спортсмены вместе со всеми занимались аэробикой, йогой и другими спортивными дисциплинами. Обладатели Кубка Братьяны поучаствовали в различных конкурсах с детьми, с удовольствием раздавали автографы и фотографировались с желающими. Хоккеисты готовятся к новому сезону, а футбольные страсти еще только накаляются. В минувшие выходные на городском стадионе Альметьевска встретились команды «Нефтеград» и «Зеленодольск». Матч прошел в рамках восьмого тура Кубка Татарстана по футболу. Хозяева поля уступили гостям со счетом 1-4. Единственный мяч в составе «Нефтеграда» забил Никита Певцов с пенальти. И пока «Нефтеград» занимает последнюю десятую строчку в турнирной таблице. В активе альметьевцев семь игр и всего одно очко. А вот нашим футболистам, выступающим в первой лиге первенства Татарстана, удалось добыть победу на родном поле. Юноши 1999 года рождения встречались с командой из Елабуги в девятом туре первенства. Альметьевцы одержали верх над соперниками. Результат матча 1-0. Победный гол забил Руслан Гибатов. Команда детской и юношеской спортивной школы по футболу Альметьевска утвердилась на четвертой строчке турнирной таблицы. Из девяти игр они одержали победу в пяти. В двух проиграли и две завершились ничью. Это все новости на сегодня. В самом разгаре конкурс «Мое лето» объявленной телекомпанией Альметьевск ТВ. На нашем официальном сайте началось голосование за фотографии участников. Поддержите конкурсантов своим голосом. И, кстати, мы объявляем о новой номинации «Я люблю пляж». Сфотографируйтесь на новом городском пляже и пришлите нам свои фотографии. Принимаем работы до 20 июля. Я же с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин